Мы будем начинать уже. Кто опоздал, тот будет потом смотреть в записи. Я подготовил небольшой отчетик по 12-й манифесте, который назвал Политботаника. Почему, станет ясно чуть-чуть попозже, когда я расскажу про концепцию фестиваля. Но вначале, куда же без этого, немножко информации о том, где вы находитесь, что это такое за место, кто мы и чем мы занимаемся. Мы называемся Singular, это общественная организация. Мы официально зарегистрированы в Украине. Да, мы занимаемся по-украински просветительской идеальностью, стараемся заполнять этот пробел между украинской сценой и, скажем, процессами, которые происходят в системе искусства, скажем, вне нашей страны. Потому что, хотя информация о том, что происходит в Европе, какие фестивали, кто на них ездит, доступна, но все равно я замечаю такой разрыв в понимании. И поэтому наша система, скажем, наша сцена украинская часто критикуется за то, что мы решаем какие-то свои только внутренние задачи. Мы не смотрим из своего колодца как бы наружу. Вот, и это действительно так, и я стараюсь вот такими поездками, как, скажем, это в Палермо, собирать информацию и передавать сюда, на этот, как бы, украинской аудитории, то, что, на мой взгляд, является значимым и важным в глобальном масштабе европейском. Ну, помимо этого, Singular занимается выставочной деятельностью. Вот, и вот в этом пространстве мы проводим небольшие выставки, потому что масштаб помещения не позволяет сделать что-то масштабное. Прошу. Да, и кроме этого я занимаюсь кураторской деятельностью. Я проводил весной выставку Нафталин, может быть, кто-то слышал, в музее истории Киева. Да, и вот это наше присутствие в соцсетях, интернет, фейсбук и телеграм. Пожалуйста, пользуйтесь для того, чтобы узнавать, что мы делаем и когда. Пару минут уделю. В целом расскажу, что такое манифесто. Манифесто – это биеннале, это означает, что фестиваль происходит раз в два года. Особенностью манифеста является то, что она проходит каждый раз на новой локации. Это кочующая биеннале, в отличие, скажем, от венецианской, которая традиционно проводится уже 100 лет в одном и том же городе. Манифесто – это одна из молодых биеннале современного искусства. Ну и, на мой взгляд, я бы ее отнес к таким, знаете, инди-фестивалям, инди-биеннале, потому что вот в семье, скажем, в системе больших, крупных, таких уже респектабельных, зарекомендовавших себя институций, эта институция, она в каком-то смысле экспериментальна. Она позволяет участвовать, скажем, не таким большим известным художникам со своими проектами. И вот эта ее особенность, ее намадичность, то, что она является кочующей биеннале, это тоже неспроста, потому что, в принципе, манифесто появилось незадолго после падения Берлинской стены. И, фактически, главный вопрос, который задают себе кураторы этого мероприятия, следующий – что такое быть европейцем сейчас? Что означает в наше время, в 21-е, конец 20-го века, что такое быть европейцем? И, как мы поймем из этого, наверное, доклада тоже, ответ на этот вопрос находится сейчас в открытом море. Почему? Тоже через какое-то время он станет понятным. Очень здорово то, что в манифесте у зрителей есть возможность не только смотреть современное искусство, но и ездить каждый раз в новый город. Это замечательно, потому что манифеста, она не просто выставка в городе, а это выставка и о городе, то есть изучение какого-то локального контекста и рассматривание его с каких-то необычных углов зрения. И как раз-таки выставка в Палермо, она критиками оценивается так, что Палермо является главным действующим актором этого всего мероприятия, что современное искусство и город, они не только в данном случае органично соединились, но и город еще и оказывает какую-то такую хорошую конкуренцию, в хорошем смысле слова, для манифеста. И это действительно на 100% так и есть. Да, что 12 манифеста принесла в Палермо, она принесла в выставку под названием «Планетарный сад», под названием «Культивируя бытие вместе». Вот это слово «бытие вместе», оно, наверное, для многих синонимично с лекциями Ролана Барта, который докладывал, по-моему, в конце 70-х годов коллежда Франс, читал курс о жизни вместе. Вот сейчас этот конспект переведен на русский язык, очень замечательное чтение, настоятельно рекомендую. А почему сад? Почему сад? Вот эта картина, которая находится в одном из полермитанских музеев, автор этой картины художник Франческо Лайакона, эта картина 875 года, называется она «Вид на Палермо». И вот чем эта картина прекрасна и замечательна, тем, что здесь мы видим подписанные тегами все растения, и ни одно из этих растений не является, собственно, итальянским, сицилийским. Все эти виды, они были завезены из разных концов мира, и эти все виды каким-то образом уникальным нашли способ сосуществования в одной экосистеме. И вот эта метафора сада, где разные виды мирно сосуществуют, является как бы литмотивом 12-й манифеста. И, естественно, вся эта ботаника, которую мы видим здесь, это некая метафора, через которую, некий угол зрения, через который можно смотреть на происходящие в нашем мире процессы современном. Я расскажу вам о 15 проектах всего, потому что в общей сложности на манифесте в этот раз около 50 проектов. Я отобрал для вас 15, 13 из основной программы и 2 из параллельной программы, которые, на мой взгляд, представляют такую характерную выжимку из того, что происходит сейчас в этом городе. И как манифеста 12 началась? Вот тоже интересная особенность этого издания. Было привлечено агентство ОМА, голландское агентство. Кстати, манифеста тоже голландская институция. Они привлекли всемирно известное архитектурное и урбанистическое агентство ОМА для того, чтобы было проведено полевое исследование, чтобы не ехать в чужой контекст, вообще ничего о нем не зная. Приехали специалисты, которые 3 месяца изучали историю, архивы посещали, общались с местными жителями. Там было около 150 местных жителей проинтервьюировано за период этого полевого исследования. Около 100 или 150. На основании этого исследования ОМА составила книжечку, которая называется «Палермо Атлас». Я эту книжечку принес, ее можно будет потом после доклада посмотреть. Эта книга не является шаблоном или лекалом, по которому сшито манифест. Эта книжечка давалась каждому потенциальному участнику, художнику, а он уже делал с этой книжкой, что хотел. Он мог обращать на нее внимание, мог не обращать на нее внимание, мог делать что-то совсем другое. То есть это был совет или руководство к действию, методичка, как угодно. Это можно трактовать, но в целом отношение к этому «Палермо Атласу» было заявлено как свободное. То есть некое направление, которому можно или следовать, или не следовать ему. Также интересная особенность состоит в том, что четыре куратора в этот раз, и только один из них является профессиональным куратором. Вот я сейчас перечислю их имена. Это Ипполита Пастеллини Лапарелли. Это, собственно, человек из ОМА. Он архитектор по образованию. Живет он в Нидерландах. Вот женщина, которая непосредственно связана с курированием выставок современного искусства. Это Мирьям Вородинис, она из Швейцарии. Дальше Бректье Вандерхак. Это журналист-режиссер, он голландец. И Андре Жак. Это архитектор и дизайнер из Нью-Йорка. То есть тусовка кураторов очень междисциплинарная. Фактически из четырех людей только один занимается созданием выставок. Еще очень интересный и важный момент состоит в том, что из 50 художников 35 работ были свежими. То есть они были созданы непосредственно в процессе для манифеста. То есть это не были старые работы, которые реконтекстуализировали, а вот я какое-то старье подам там, и вот оно пройдет. Нет. 35 работ были созданы вот инситу, что называется, там, на этом месте. Это замечательно, потому что художники работали с контекстом. Три главы или три тематических раздела содержат манифеста 12. Первый называется Сад потоков. Это ботанический раздел, в котором флора или ботаника рассматривается как оптика рассмотрения процессов в нашем мире. Это сетевая глава, которая называется «Выйти из диспетчерской» о глобальной миграции, о мигрантах и о, скажем так, невидимых системах наблюдения за людьми, шпионских организациях и так далее. И третья глава, она урбанистическая, называется «Город на сцене», и это, собственно, декодирование Палермо в этой главе. Мы переходим к первому разделу, который называется «Сад потоков» или «Garden of flows». Раздел большой, насыщенный, разворачивается в нескольких локациях. Главная локация – это ботанический сад города Палермо. Этот сад 18 века, он был основан в 1789 году с целью изучать лекарственные свойства экзотических растений. На данном, в настоящее время там 12 тысяч видов растений находятся и изучаются. Естественно, сад как метафора, как архетипический знак, он очень многозначен. Его можно, в принципе, трактовать очень различными плоскостями, с точки зрения собственности. Но я хотел бы сразу сказать, что манифесты рассматривают сад как метафору космополитического сообщества. И только вот таким вот образом, более точечно или узко. То есть вопросы, скажем, собственности, садовников, вот эти понятия не рефлексируются, потому что задача другая. Рассмотреть вопросы космополитического сообщества или возможности такого сообщества в наших европейских реалиях. Так, ну и собственно поехали по проектам. Вот проект Майкла Венга, который называется Carboniferous или каменно-угольный. Он находится в очень сложно таком находимом коридорчике, там на задворках этого ботанического сада. Очень красивые фотографии, на которых изображения окаменелостей, которые были найдены в угольных шахтах. То есть при разработке угля иногда получается такая красота. То есть мы обнаруживаем остатки древних папоротников, которые когда-то покрывали поверхность нашей планеты. Что художник, художник вообще сам по себе, он работает на стыке institutional critique, если вам знакома эта практика, как бы институциональной критики, да, и минимализма, и ленд-арта. И фактически он говорит, что мой медиум это вся система искусства в целом. Вот не больше и не меньше. Человек работает как с медиумом, с системой искусства. А также он считает своим медиумом земную атмосферу, например, климатические изменения на нашей планете, распределение ресурсов и другие глобальные системы. То есть человек работает с некими глобальными процессами, как с художественным медиумом. И как бы вот в этом проекте для меня, я буду вам крутить фотографии дальше показывать, в этом проекте для меня очевидно то, что здесь проблематизируется то, что мы порой даже не замечаем. Что в нашем индустриальном мире, где мы живем в домах из бетона, стекла и металла, по сути дела, когда-то эти дома все росли, колосились, да, и шумели на ветру. В нашем неорганическом мире является глубинная такая скрытая и очень красивая, кстати, органическая основа. Так, это проект Майкла Венга «Карбони Феррус». Дальше у нас идет Альберто Барая из Колумбии. Это колумбийский художник, который работает с деконструкцией и деколонизацией науки. Достаточно интересное у него поле деятельности, потому что человек, он родом из страны, которая, в принципе, является частью нового света, который Европа открывала в начале, в эпоху Колумба, а потом переоткрывала в эпоху уже просвещения. И вот если конкистадоры эпохи Колумба были вооружены крестом и какой-то там религиозной истиной, то ученые из Европы, которые просто волной ринулись в конце 18 века в Южную и Северную Америку, они были вооружены так называемой научной истиной, то есть каким-то объективным научным знанием. И вот объективность научного метода как раз ставится под сомнение в этом проекте, который называется Palermo Herbal или Гербарий Palermo. Человек ходил по окрестностям Palermo и собирал пластиковые цветы, которые, в принципе, я тоже в городе видел и фотографии одного из таких цветочков я вам сейчас покажу. То есть таких цветов на самом деле очень много в Palermo. Он их аккуратнейшим образом собирал, иногда даже он их крал. И как бы этим тоже подчеркивал, что в научном методе есть определенные этические моменты. То есть научный метод, он как бы вертикальный, он давлеет над изучаемым народом, либо над изучаемой экосистемой. И, в принципе, изучая, мы намереваемся этим завладеть, то есть некий колонизационный есть импульс в научном методе, совершенно этический. И Альберто Барая, он очень аккуратно это все систематизировал, сопроводив фотографиями мест, где он обнаруживал эти цветы. И оформил это все в такие двусторонние, как бы, не листы, а рамы, которые можно смотреть с двух сторон, ходя вот по этой замечательной оранжерее. Выглядит действительно очень здорово. И вот пример такого гербария, который я нашел на улице буквально, не зная даже об этом проекте. Вот просто пошел, мне показалось интересным цвета украинского фланга, цветочки, сфотографировал. Да, то есть автор пытается работать с, скажем так, с колонизационным дискурсом и занимается деколонизацией науки. Считая, что наука, особенно западная наука, которая пришла в 18 веке, это в принципе такой же самый power relation, то есть отношение власти, как и, скажем, просто колонизационная активность. Дальше интересный проект, находится он тоже в ботаническом саду, но уже под крышей, в помещении. Автор его из Швеции Малин Францен. И здесь мы сталкиваемся уже с историческим больше подходом, потому что художник работает каждый раз в своих проектах, он отталкивается от некой исторической фигуры. Если прошлые проекты у него, допустим, были посвящены одной известной феминистке из, я уже не помню, с какой страны, то вот этот проект посвящен, ну или отталкивается, как точка отчета, отчета берет некого ботаника 17 века итальянского Папаоло Бачони. Чем он был известен? Он был известен двумя вещами. Первое, что он изобрел способ печати, отпечатков с растений, переноса изображений на бумагу, так называемый Nature Prince или отпечатки природы. И вот эта практика, она как бы воспроизводится уже современным художником на том, как бы, ареале, который он увидел в Палермо и в окрестностях Палермо. И вторая важная, как бы, заслуга этого Папа Бачони была в том, что он занимался вопросами токсинов. Он считал, что, да, да, он, я не уверен насчет химина, но он занимался именно в медицинском, как бы, смысле, он пытался находить лекарственные свойства растений, именно связанные с их токсичностью и с токсинами, которые эти растения содержат. И художник, как бы, обращается уже к современности нашей, и вопрос токсичности очень интересным образом обыгран вот в этом, в этой витрине. Здесь мы видим тростник, абсолютно всем известно растение, но немногим, наверное, известен тот факт, что тростник считается одним из самых агрессивных растений. И если его, допустим, завести в какой-то ареал, очень быстро он задавит за счет своей высоты, за счет того, что он блокирует свет для маленьких растений. Это очень агрессивный чужак, да, вот опять-таки обратите внимание на мою риторику, да, и как эта риторика в манифесте она работает. То есть мы говорим о травках, да, о всяких там колосках, но мы говорим о чужаках, о давлении, об инвазивности, о захвате территорий. И в то же время, и в то же время этот агрессивный чужак как раз-таки, чужак, с которым все, как бы, наверное, хотят бороться, потому что это сорняк, да, он обладает очень важными свойствами. А именно он используется для очистки территорий от, ввод в частности, от промышленных отходов. Он каким-то образом умеет их, как бы, ликвидировать, либо нейтрализовать. То есть, с одной стороны, да, тростник является агрессивным чужаком, который захватывает местную экосистему. С другой стороны, у него есть масса полезных свойств, которыми тоже можно пользоваться. Да, вот здесь я хотел бы сделать такое лирическое отступление, перенестись из ботанического сада в другую локацию, которая тоже посвящена этой главе. Называется эта локация Палаццо Бутера. Хотел бы сказать то, что здесь, как бы, очевидно, что тот интерьер, который мы, зрители, находят в этих палацах, он настолько вступает, как бы, в интересное совершенно отношение с тем искусством, которое выставлено, что здесь нужно, ну, сделать такой небольшой реверанс для манифеста, потому что ей удалось открыть двери вот в эти помещения, которые, насколько мне известно, не были доступны для публики. И вот в Палаццо Бутера находится еще одна локация Garden of Lows. В состоянии зданий вы видите стены дырявые, то есть через стены видно море, там дырки. Иногда стены исписаны какими-то анархистскими тегами. И вот прямо не счищая этого ничего, не закрывая это там свежей краской, манифеста приходит в эти, как бы, пространства и делает там свои экспозиции. Вот тоже, кстати, это не часть выставки, но растительные мотивы, как бы, присутствуют, да. Это то, что было там, да, уже. Вот работа, которую я, в принципе, не сразу и обнаружил. Я зашел в пустое помещение, смотрю, висит экспликация, но работы, как таковой, не видно. Я хожу-хожу, вот увидел там какая-то бумажка на стене висит, она показалась мне не очень достаточной для того, чтобы занимать все это пространство. Оказывается, вот работа под ногами, называется, название, к сожалению, выписал «Нотто Эдисан Лоренцо», «Ночь святого Лоренцо». Возможно, это отсылка к фильму 1982 года о послевоенной Италии, возможно, нет. Автор, он итальянец, его зовут Ринато Лиотто. Его работа состоит из двух частей. Вот пустой зал, который он выложил плиткой, самостоятельно как бы изготовленной и сайт-специфичными как бы размерами. То есть, если бы он эту работу делал в другом помещении, то размер был бы другой. Что хотелось бы отметить? Вот эти, сейчас я покажу другой вид. Вот эти вот отметочки, да, сейчас я покажу. Это рисунок со схемой. Вот эти отметочки, по сути, представляют из себя следы падения лимонов. Вот лимоны падали на мягкую, как бы, на мягкую смесь и оставляли свои следы. То есть, эта работа создавалась в неком, как бы, фруктовом лимонном саду. И потом уже эти плиточки переносились в пространство Палаццо Бутера. И вот во втором зале он еще разместил тоже очень минималистично выполненную работу. Он расположил монитор, на котором крупным планом показаны вот лимонные плоды. Настолько крупно, что фактически они уходят из области резкости. И вот так. То есть, за ними видно что-то какое-то пространство. Но сами лимоны, они как бы вне резкости находятся. Крайне сложно интерпретировать подобные, как бы, произведения. Но в данном случае я бы хотел подчеркнуть очевидное, наверное, для каждого. Насколько эта работа активирует этот зал. Насколько зал с его вот этими элементами декоративными, с его состоянием, скажем, потолков, становится активным элементом. По сути, пол является в данном случае чуть ли не зеркалом для потолка. В каком-то смысле, таком метафорическом. Поэтому здесь очевидна работа с пространством. Возможно, у нее нет однозначной интерпретации. Но это и, на самом деле, мне кажется, излишним было бы. Да, любовь к растениям иногда принимает интересные формы. Я бы даже сказал, граничащие с извращением. Известный такой факт о том, что Зигмунд Фрейд страдал двумя фобиями. Он боялся открытых пространств. Это агорафобия. То есть он боялся выйти на площадь, пойти в магазин. И он страдал птеридофобией. То есть он боялся папоротников очень панические. А вот этот проект называется птеридофилия. То есть любовь к папоротникам, причем любовь страстная и сексуальная. Это видео. Видео китайского художника Джена Бо. Где мы видим семь молодых людей, которые по очереди уходят в лес. И в этом лесу они совершают некие акты, которые можно интерпретировать как некий сексуальный контакт с папоротниками. То есть они стонут, гладят эти растения, целуют их, даже поедают. Все это в таком ультра HD разрешении. И монитор установлен в такой как бы красивой бамбуковой рощице. То есть ты заходишь в бамбуковую рощицу, там такая тишина. И вот монитору, я сейчас покажу. Просто когда мы туда пришли, пошел дождь. И этот монитор был накрыт пленкой. Мы расстроились из-за того, что возможно мы не увидим этот фильм. Но потом пришли ребята, когда дождь прошел, они открыли пленку и показали этот фильм. Да, вот в такой вот рощице находится этот мониторчик. Кстати, этот человек, Джен Бо, он является, наверное, одним из единственных участников манифеста, для которых растения являются первичным художественным медиумом. То есть он постоянно и довольно последовательно работает с растениями на протяжении всей своей карьеры. Например, вам может быть интересна выставка «Politics of weeds», «Политика травы» в Миннесоте. А это сорняк? Витс – это не только сорняк, это еще и как бы, ну как конопля мы называем, да, уитс. Какого сорняка конопля? Там была и конопля, там был и табак, там были разные растения. Причем растения были заявлены в качестве участников выставки наравне с художниками. Ну вот, в том-то я делаю, что трава, как бы сорная трава, потому что эта фраза «трава», она как бы и сорная трава. Поэтому у нас как бы трава изначально это значит не сорная растение. Да, да, да. И конопля не нужна трава, потому что типа сорня. Да, то есть кто вот интересуется подобным медиумом и его использованием в современном искусстве, я рекомендую вам обратить внимание на вот этого персонажа Джен Бо. Да, Джен Бо – это китаец. Так, мы закончили первую главу, как-то мы очень медленно продвигаемся, потому что материал очень много. Вторая глава называется «Out of control room». И вот то, с чем я столкнулся, это с трудностью перевода этой фразы на русский язык. С одной стороны, «out of control room» можно перевести буквально как «выйти из диспетчерской». А с другой стороны, если «out of control» считать как бы самостоятельным выражением, вне контроля, то получается «room» – это как пространство вне контроля. И это является, по мнению критиков, вот эта глава является темной сердцевиной манифеста 12. Почему? Потому что здесь вся метафорика практически идет в ноль. Здесь мы видим такое сырое, прямое и жесткое свидетельствование о том, что сейчас происходит, скажем, в Средиземном море, да. И то, что… Ну, не только в море, но и… Давайте начнем по порядку. Этот проект… А, кстати, вот особенность. В этой главе художников немного. Есть активисты, хакеры, дизайнеры, но здесь нет художников. Ну, мало их, их мало. Вот Таня Бургейра – это активистка с Кубы, она, наверное, одна из самых известных участников манифеста. Она участвовала в «Документе 11» в 2002 году. И с ней связан такой анекдот, что на Кубе, где никогда не было демократических выборов, она объявила себя кандидатом в президенты. И через месяц после этого объявления, такого, не знаю, полушуточного, можно рассматривать как художественный жест, умер Фидель Кастро. Умер не в шутку, а всерьез. Да, то есть слова имеют большое влияние, особенно слова художника. Да, и вот в принципе Таня Бургейра не сделала ничего, что можно было бы назвать как бы современным искусством, разве что вот такая орнаменталистика на стенах. По сути, чем она занималась? Она исследовала и документировала действия местных активистов сицилийских, которые направлены против американского разведывательного комплекса МООС, который уже запущен, правда не на полную мощность, в 2017 году на Сицилии. Задачей этого разведывательного комплекса является слежение и управление дронами, которые сейчас находятся в горячих точках, скажем так, где идет война. То есть этими дронами Америка управляет непосредственно с Сицилией, с этого комплекса. Название расшифровывается Mobile User Objective System. Таня Бургейра, она приехала, документировала вот эти акции протеста, потому что было очень много акций протеста, об этом писала практически вся сицилийская пресса. То есть общественность была против вот этих огромные тарелки спутниковые, которые установили, вот выписки из прессы, посвященные этому МООСу. Так, и вот такая стенка была оформлена в граффити и всякими документациями. То есть опять-таки проект очень прямой, здесь не нужно искать метафорических смыслов, здесь прямое высказывание и манифеста фактически дает площадку для таких людей, чтобы об их бедах узнала как бы большая аудитория. То есть я рассматриваю в данном случае манифесту как такую информационную площадку для широковещательного обсуждения тех или иных вещей. Дальше ребята еще более матерые. Это группа Пэнк, она из Берлина. Это тоже, они на грани находятся искусства, активизма и хакерства. Например, они известны тем, что они попали под вымышленными именами на самую крупную технологическую конференцию Берлина, представившись сотрудниками компании Google. И они презентовали, им дали прайм-тайм, слот в прайм-тайме, и они в течение этого времени презентовали несколько продуктов Google. По сути это были концептуализации, которые проблематизировали те или иные проблемы с нашей приватностью в интернете. По сути это активисты, которые в том числе борются за приватность информации в интернете. Я покажу вам сейчас буквально 30 секунд их рекламный ролик, который они сняли совсем на другую тему. Есть фирма, которая является монополистом лекарств от гепатита С. Это очень дорогое лекарство. Они спрашивают, почему оно такое дорогое, если этой болезнью болеет 70 миллионов человек в мире. И они сняли рекламу, в которой они используют айдентику вот этой фирмы Gilead. We are the cure. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, были судебные процессы. Google очень сильно эту шутку не понял. Тем более в зале сидели представители фирмы Google. Ребята признались в конце презентации, что мы решили поприкалываться. Но сказка ложда в ней намек. И вот представитель Google подошел и сказал, Ребят, я вначале сидел и думал, что мы, наверное, вас как бы вам подыграем. А потом я передумал. И им посыпались там очень угрозы большие. Что они сделали для манифеста? Для манифеста они сделали вот такую телефонную будочку, которая называется Call a Spy, из которой можно реально позвонить реальному сотруднику национального National Security Agency. Его телефон выбирается из списка из 50 тысяч телефонов, которые Эдвард Сноуден опубликовал в 15-м году, сделал публично доступным. То есть выбираешь страну, в которую звонить. Ну и, собственно, он звонит. И там в этой будке висят рекомендации, о чем с этими людьми, собственно, можно поговорить. Вопросы предлагают задавать. Вам нравится ваша работа? Вы бы не хотели поменять вашу работу? Ну, то есть не представляться реальным именем рекомендуют и так далее. То есть все работает, можно позвонить. Правда, я звонил в Америку. У них было там 3 часа ночи. Я долго-долго звонил, но, видимо, там спали все. Вот. То есть вот такая вот связь со шпионом. Дальше все становится серьезно и даже, я бы сказал, душераздирающе. Хотя по картинке этого не скажешь. Есть такая группа, которая называется Форензик Океанографии или Судебная Океанография. Это совместно... Да, это, по-моему, они же. Или как-то очень связано. Потому что сайты у них, по-моему, чуть ли не нет. У них 2 человека. И один итальянец, второй американец. Их, как бы, главная деятельность тоже, она совсем не художественная. Они занимаются тем, что они документируют, расследуют акты, ну, скажем так, бездействия властей по отношению к терпящим бедствия судам в Средиземном море. Потому что за несколько последних лет случаев, когда люди терпели бедствие на воде, в радиусе 40 километров находились множество военных кораблей. И полное бездействие было вплоть до оставления людей на произволящее. Эти случаи не единичные. И вот эта организация Форензик Океанографии, они занимаются детальным документированием подобных кейсов, в том числе используя свои собственные корабли. То есть есть неправительственные организации тоже, которые фрактуют себе корабли, окружают их гоупрошными камерами и идут, видно буквально, вот все, что происходит вокруг них. И вот буквально за месяц до начала манифеста, если я не ошибаюсь, одно из таких судов было, как бы, опечатано, то есть в судебном порядке отобрано у одной из организаций. То есть деятельность этих организаций неправительственных, вне территориальных вод считается, как бы, незаконной. С точки зрения буквы закона подчеркивают. Но с точки зрения, как бы, человеческих, наверное, каких-то базовых ценностей, они все делают правильно. И вот опять-таки манифеста предоставила этому проекту площадку для информирования общественности о том, что там происходит. И как, собственно, это оценивать. Потому что, допустим, если брать тот же город Палермо, то мэр Палермо, он очень открыто призывает принимать беженцев на свою территорию. Но его, как бы, позиция расходится с официальной позицией Рима, потому что все границы сейчас в этом бассейне, как бы, закрываются. Так, хорошо. И, да, это еще одна часть этой инсталляции. Так, еще пару фотографий. То есть это очень длинный. По сути, там три фильма. Каждый фильм посвящен разным случаям. Вот это очень тяжелое для просмотра видео. Тут ничего страшного не происходит. Здесь просто показана траектория. Вот это вот синее, это море. Вот это вот черное внизу, это, по-моему, Северная Африка. Вот лодочка идет, идет, идет. И тут показаны окружающие ее корабли. Лодочка начинает терпеть бедствие. У нее заканчивается бензин, да, и она начинает дрейфовать. Медленно, в течение 10 дней она дрейфует назад в Ливию. Там половина людей просто не дожили до берега. Никто, вообще никто. Хотя точками показано абсолютно, где, кто был, когда, на каком расстоянии. Никто не помог. Там где-то около, по-моему, 50 человек было. Да, и вот на эту тему очень, кстати, синонимичная работа художница Таус Махачева. Она из Махачкалы. Кстати, ее, наверное, в Украине знают, она в Пинчуке. У нее была работа, где человек картины переносит через пропасть на такой, как бы, на веревочке. На киской динаме тоже? Да, да, да. Вот, Таус Махачева, она в прошлом году на венецианской биеннале сделала работу, которую назвала перформансом. Но эта работа, она очень странная, потому что вот это видео, которое мы видим на фотографии, это видео, в котором есть лодка с некими экскурсантами, которых везут в открытое море для того, чтобы посмотреть некий перформанс художницы Таус Махачевой. Они едут такие расслабленные, обсуждают всякие свои биеннальные штучки такие, ведут разговоры на очень легкомысленные темы. И когда они видят, что вот перевернутая лодка, вот, да, видят перевернутую лодку и, как бы, по сути, они ожидают увидеть неких актеров, которые будут имитировать, как бы, тонущих людей. И вот тут такой момент, как бы, зритель ожидают увидеть актера, который, как бы, притворяется, но, по сути, мы имеем дело с памятью этой художницы, потому что в Дагестане тоже есть, как бы, Каспийское море, и художница разговаривала с рыбаками, они говорят, что да, мы уходим каждый раз в рейс, как в последний раз, мы можем не вернуться, и если лодка переворачивается, люди привязывают себя к этой лодке, чтобы, в крайнем случае, могли найти их тела и захоронить. Вот, и, как бы, Таос Махачева, она сделала, с одной стороны, просто лодку без всяких людей, вот, которая плавала, к этой лодке везли людей и записывали их разговоры, и, фактически, эти диалоги для меня являются в этой работе самыми основными, потому что то, как средний такой, средневзятый биеннальный зритель ходит на такие выставки, и как он оценивает эти темы, даже вот я сейчас вам говорю, да, вы меня слушаете, возможно, несколько отстраненно, потому что, все-таки, Средиземное море далеко, а мы здесь находимся, и вообще, в Украине проблема иммигрантов не так остро стоит, как, скажем, она стоит, там, скажем, в Германии, Франции и так далее. Наверное, опять-таки, если брать масштабы, то есть, у зрителя некая отстраненность есть, и эта отстраненность тут очень хорошо, как бы, подчеркивается и проблематизируется художницей. Я бы сказал, она хочет подчеркнуть вот усталость европейского зрителя от этой темы, но, с другой стороны, от этой темы особо никуда и не уйти, с этой проблемой надо что-то делать. Вот, когда я сказал, что метафорические работы на этой, в этом разделе… Да, да. А скажите, как решали организаторы выставки «Итаус Махачева» возможность использования приватных, как была? Вот на эту тему я не могу ничего сказать, возможно, с них брали какие-то подписи при, ну, при входе в этот, скажем, в это судно, да, типа, мы можем использовать это. Да, да, но этой информации я в описании не увидел, к сожалению, это вопрос интересный, кстати. Да, вот когда я говорил, что в главе «Out of Control Room» отсутствует, скажем, метафоричность, то вот эта работа является исключением. Она такая поэтическая и метафорическая. Работа связана с, опять-таки, с происхождением художницы. Художницу зовут Патрисия Карсенхаут, она из Нидерландов, но происхождение у нее Суринам, то есть она по происхождению из Суринамы. И вот она проблематизирует свое двойное, как бы, происхождение. По сути, ее предки были рабами в Суринаме. И как это связано, как бы, с манифестой? Отчасти это связано, скорее, с Палермо, потому что у Палермо несколько святых патронов есть. Святая Розалия, которая патронесса города Палермо, и святой Бенедикт. Так вот, про святого Бенедикта есть интересный момент. Он негр, то есть афро-итальянец. Он сын раба. И, по сути, это первый чернокожий святой, который официально признан католической церковью как святой человек. Изображение и святой Розалии, и святого Бенедикта по городу просто сплошь и рядом. И вот что характерно, как бы, ну, это мы, наверное, уже поговорим в главе о Палермо, что Розалию очень любят не только христиане, ее почитают, скажем, представители других религий тоже. И вот эта работа, она говорит о том, что раньше рабы верили в то, что если они не будут есть соль, они станут настолько легкими, что они смогут улететь на родину, откуда их, как бы, насильно забрали. Вот, и она, как бы, сделала такую гору соли, и люди могут брать совочкам эту соль, насыпать и уносить ее, как бы, себе и дома растворять. И, то есть, наверное, когда-то эта гора соли в конце выставки может и исчезнуть. К чему это приведет? Сложно сказать, но это художественное высказывание однозначно. Это метафора, это какое-то выражение надежды на какое-то изменение. Да, и вот совочки лежат, которые можно, собственно, брать эту соль. Да, и мы закончили вторую главу, переходим к последнему разделу, который называется «Город на сцене». И вы не поверите, но даже мормоны в Палермо любят рисовать. Я увидел этих людей, я просто обрадовался, потому что они обычно занимаются только пропагандой какой-то, а здесь они сидят и принимают участие в выличном мастер-классе по акварельному. Да, «Город на сцене». Опять-таки, эта выставка о Палермо, она очень разбросана. Вот так выглядит штаб-квартира «Манифесты театра Гарибальди». По совместительству главное место, где происходит публичная программа «Манифесты 12». Очень красивое здание и внутри, и снаружи. Да, и из этих всех проектов по поводу города я бы хотел выделить, наверное, три самых нетривиальных. Я сейчас сделаю посветлее. Эта фотография просто темная. Эта экскурсия, на которую мы попали абсолютно случайно, я узнал о том, что вот сегодня, если успеть зарегистрироваться, то можно попасть. Потому что туда однозначно своим ходом не доберешься. Это выселки Палермо, на горе находится странное место. Место называется «Пицца Селла», и бельгийская группа архитекторов «Ротор» сделала там интервенцию. Но, наверное, стоит рассказать вообще об этом месте. Это гора, которая, в принципе, является заповедником. Там много диких животных. Она невысокая, но там много живности. В 70-е годы фирма-застройщик, которая была связана с мафией, захватила эту гору и начала делать там активные застройки вот такими вот коттеджами или виллами. Таким лакшери недвижимостью. В 83-м году у них государство отобрало через суды право проводить там застройку. И с тех пор это пространство, оно находится в таком полузаконченном состоянии. Какие-то дома полностью закончены, какие-то дома вот в таких вот скелетированных стадиях находятся. И группа «Ротор» она взаимодействовала с одним из таких зданий. Вот это здание на экране. Они его очистили от мусора, сделали его как бы доступным. По сути, они сделали из него смотровую площадку. И проект у них называется очень показательно. Отсюда все выглядит совсем иначе. Действительно, потому что с этой смотровой площадки «Полерма» как на ладони, видно абсолютно все его как бы районы, в том числе и неблагополучные районы. Да, и изменение точки зрения в каком-то смысле здесь является важным. Это первое. А второе, то, что манифеста открыла доступ на территорию, на которую в принципе даже местные не могли попасть в течение двух десятков лет, двух с половиной десятков лет. Я считаю это серьезным достижением, потому что наши таксисты, которые везли нас, они были местные, и они просто с вот такими глазами ходили и там все смотрели и фотографировали. Да, они там никогда не были сами, хотя они живут там с рождения. Это было манифеста в Питере. Одно из самых муставных вещей, что сделало манифеста, это вечеринка в Эрмитаже. Вечеринка в Эрмитаже, почему нет? То есть, опять-таки, если мы говорим о художественной ценности этого проекта, она не такая большая, но у этого проекта есть другие измерения, которыми можно оценивать его как бы значимость. Опять-таки, это открытие дверей каких-то, которые ранее были закрыты. Место совершенно сюрреалистическое, и если вы будете в Палермо, обязательно попробуйте туда записаться, на экскурсию. Да, этих зданий там очень много, вот они стоят вот такие, наполовину законченные. В том числе, с этого холма виден район, который называется Дзен. То есть, да, в Палермо есть свой собственный Дзен, Дзен, которого мы заслужили. Дзен расшифровывается зона эспасиона Норд. Это проект соцжилья, который в 70-х годах спроектировал Викторио Григотси, но, к сожалению, проект был не закончен. И этот район оказался в таком тоже странном положении. Людей заселили, но инфраструктуры не было. Соответственно, понятно, когда нет магазинов, детских садиков и школ, район превращается в гетто очень быстро. Что, собственно, и случилось. Район приобрел очень плохую славу, как центр наркоторговли, безработицы и всяких плохих штук. И вот сейчас, последние годы, там появляются местные комьюнити, которые пытаются что-то с этим делать. То есть, никуда не переезжать, а вот как-то ревитализировать этот поселок. В том числе и Манифеста пыталась взаимодействовать с этими комьюнити. И вот совместный проект Манифеста и Дзен-2 – это сад, который находится прямо на одном из пустырей этого Дзена. За этим садом ухаживают местные жители. Для них это необычная практика, потому что понятия коммунального сада на Сицилии нет. Там все сады либо частные, либо какие-то государственные. То есть, как сад, который принадлежит местной общине, такого нет. Для них это очень интересный опыт. И я был там тоже довольно долго ехать на маршрутке. Но когда приезжаешь, видишь, да, с одной стороны разруха, везде мусор, крысы бегают. Но садик такой себе ничего, ухоженный, люди занимаются. Проект на грани, скажем, социального какого-то эксперимента, активизма. Здесь как бы современное искусство, оно скорее как повод для интеракции. И последний проект из этой серии, автор, итальянец тоже, Роберто Каллова. Он называется Коста Сюд. Это южное побережье Палермо. Вот справа на фотографии такая вертикальная полосочка висит на стене. Это как бы спутниковый снимок этого побережья. Что там случилось? Там тоже случилась на самом деле неприятная вещь. В середине 50-х годов Палермо начали активно сносить старые дома. И этот мусор, эти обломки, некуда было вывозить. Они их просто в море вывозили. И вот довывозились до такой степени, что, по сути, там была рекреационная зона. В начале 20-го века там была куча санаториев. Люди отдыхали, купались, наслаждались. Сейчас там страшная свалка мусора. И, по сути, в этой воде не то, что невозможно купаться. Там опасно для жизни купаться. Там можно поймать любую железку и подобное. То есть Роберто Колова, я так понимаю, он как-то связан с этим местом. И он представил большую коллекцию найденных там предметов. Он сам по себе. Он архитектор, который иногда занимается еще фотографией. Он снимает много пейзажей в этих регионах. И также он сделал в этом месте, неподалеку от побережья моря, такую как бы очень красивую инсталляцию. К сожалению, я до нее не доехал. Но она вечером очень классно подсвечена. Называется она Понто-Люминария. Он изнародный фонарик? Да, почему бы и нет. И причем он использовал для этого мостика, для этой инсталляции вот лампочки, которые в Италии традиционно на всех праздниках украшаются ими, скажем, фасады домов, там, публичные пространства. Он вот из этих фонариков сделал такой красивый очень жест. Хотя, в принципе, он тоже не совсем современный художник, он архитектор. У него есть мечта или там, не знаю, идея фикс из этого Коста-Сюд сделать огромный парк. Потому что сделать из него рекреационную зону уже не особо получается. Но хотя бы как-то трансформировать это в парк он хочет. И вот его работа состояла как раз таки в демонстрации этих попыток концептуализировать этот район как нечто другое. Не свалку, а что-то хорошее. Да, и я перехожу очень кратко к параллельной программе, потому что параллельная программа меня очень удивила, приятно. Вот проект, который я пропустил, когда ходил в ботанический сад. Там отдельно стоящее здание с дверью, которая не совсем видна была, с дорожки, поэтому я его пропустил. Потом пришел, посмотрел на сайте. Оказывается, там Алора и Кисадили выставляются очень известные мировые имена. Я подумал, нифига себе, надо пойти посмотреть, где же я такое пропустил. Захожу, там такая симпатичная библиотека. И в этой же комнатке они проводят экспозиции. Очень маленькие, примерно по размеру, как вот это помещение, где мы находимся. Но, конечно, ремонт поприличнее. То есть, эта группа тоже местная группа из четырех человек. Называется она Ради Четерна, что в переводе с итальянского означает, насколько я понимаю, вечный корень. То есть, у них двоякая инициатива. Первая инициатива – это собрать библиотеку по искусству, по растительным тематикам. И в течение манифеста у них будет несколько выставок, которые там раз в полтора месяца сменяются. И вот как раз две недели до этого момента, как я там был, проходила выставка видеоработы Алора и Кисадили, которая была тоже посвящена проблемам экологии. Она была про попугая, который рассказывает зрителю о том, что, по-моему, в Пуэрто-Рико построили огромный телескоп для прослушивания космоса. У него даже у этого телескопа есть определенные названия, но я забыл. Гигантский проект, это называется «Ухо Земли», если я не ошибаюсь. Там такая простая конструкция наполовину Пуэрто-Рико. И вот попугай говорит, ребята, зачем вы слушаете космос? Ведь есть же я. Я умею говорить, только научитесь меня воспринимать. Зачем вам этот космос? Там и нет никого. Ну, то, что здесь, когда-то поднесутся, еще что-то. Да, да, да. Так, ага. И вот, собственно, интересный такой момент, что сотрудница этого пространства, она говорила по-русски, мы с ней пообщались очень замечательно. Она рассказала про все работы, которые там у них, про их планы. Но, к сожалению, вот есть в этом проекте одна слабинка, это то, что они находятся на территории Ботсады. Чтобы почитать эти книги, нужно заплатить за вход 4 евро в Ботсад. Поэтому у них с этим могут быть определенные проблемы. Да. И последний проект, совершенно замечательный, находится он на территории отеля. Причем отеля не какого-нибудь, а вот такого респектабельного лакшери отеля, который называется Grand Hotel Edepalm по адресу Via Roma 398. И здесь происходят вообще абсолютно невероятные вещи. Здесь целый кураторский проект на 30 человек. Можете себе представить? 30 человек. Но суть в том, что работ практически не видно. Их нужно искать как квест. Проект называется Раймон. И посвящен он жизни, а именно обстоятельствам смерти французского замечательного писателя-стюреалиста Раймона Русселя, который покончил с собой в номере этого отеля, наевшись бутерата в 1933 году. На день, кстати, Святой Розалии, 14 июля. И обстоятельствам жизни этого человека, его творчества посвящена эта гигантская выставка. Но гигантская она чисто по количеству участников. Работы абсолютно уникальны. Я вам сейчас еще покажу пару интерьеров. Интерьеры потрясающие. Отель Арнувошный. Но вот в этом интерьере, например, можно увидеть лежащую на столе пачку бумаги. Или открыточку, которая там в какой-то уголок заткнута, и ее нужно искать. Или ты идешь в туалет, и там вот такой вот кусочек текста висит на стене. Дорогой гость, моя работа состоит в том, что я пишу письма постояльцам этого отеля. Все письма уникальны, я их пишу от руки, я не знаю ни получателя, то есть мы не знаем друг друга. Вот такая работа, она сейчас еще разворачивается. То есть жильцы получают эти письма до сих пор под дверь, просто как обычная отельная корреспонденция. Но это как бы художественная работа. Я еще могу привести примеры. Допустим, в отеле принято каждый день менять мыло и туалетные принадлежности. Вот в один день, только в один день, в некоторые номера приносят мыло, которое является сделанным художником Олафом Николаевым. То есть, по сути, ты распаковываешь на автомате этот кусочек мыла, моешь руки, но не отдаешь себе отчет, что там написано. Типа работа Олафа Николая, там из Румынии, 2018 год. То есть, это искусство можно вот легко помыть об него руки и не заметить вообще, что оно проходит мимо тебя. И некоторым жильцам вместе со счетом маленький такой рисуночек художницы в конвертик вкладывают тоже под дверь. Или тоже в одной комнате, в одну дату определенную, которая там указана в брошюре одной, если поднять трубку телефона и нажать на определенную кнопку, тебе расскажут историю какую-то о другом отеле в 1969 году, который был там в Канаде и что-то там было интересное с ним связано. Или опять-таки тоже в один день на баре из специальных бутылок наливают специальный коктейль. Я сейчас покажу. Я не знаю, но отель ничего про эту выставку не знает. Ну, как бы он знает, но когда я подошел к нему с вопросом, типа, а где мне это искать, он такой, ну, где-то здесь, наверное, я не знаю. То есть, вот кусочки мозаики какой-то. То есть, это все описано и подписано. Там большой такой буклет лежит на каждом столике. То есть, жильцы могут взять его, развернуть, он вот такого размера, очень мелкого текста, и там написано, что в каждый день происходит. И там действительно очень интересные вещи происходят. Например, в воскресенье за завтраком в ресторане некоторые скатерти маркированы монограммой из буквы «Р». Опять-таки, почему «Р»? Потому что Раймон Руссель. Этого тоже можно не заметить. Небольшие видео, которые тоже очень непродолжительное время демонстрируются. Вот обычная пачка обычной серой бумаги, которая по определенным дням заменяется на обычную пачку голубой бумаги. Вот на баре стоят интересные такие бутылочки с интересными пробками. Тоже эти бутылки являются скульптурами автора. Вот есть автор у них, все это подписано. И можно заказать себе коктейль из этой бутылки. Вот такие вот интересные вращающиеся есть штуки. Ну, как бы уже больше напоминают искусство. Журнальчики. Вот есть, опять-таки, конверт, который изнутри представляет из себя рисунок художницы. Монограмма. Пепельница в виде пениса, в которой можно тоже тушить сигареты. И вот, собственно, у меня все. Так, а я уложился в час, да? Да. О, отлично, уложился. Может быть, есть какие-то вопросы? Да, давайте. Сколько дней? Нужно, наверное, дней 5-7, я думаю, чтобы посмотреть. И желательно исключать в понедельнике, потому что в понедельнике выставки практически не работают. То есть, да. Минимум, минимум 3 дня на основную программу, но это будет очень трудно. А вот те художники, которые работали с локальной темой, сколько они времени проводили, проводили их новости в этом мире? Я думаю, что от одного до нескольких месяцев, потому что сам проект ОМА, который Palermo Atlas, он был еще в прошлом году. То есть, по факту, на январе этого года уже был готов Palermo Atlas, и художники могли как бы приезжать и начинать исследовать. То есть, они проводили, ну, где-то до нескольких месяцев, наверное. Вы не в курсе вот эти главы? Это же главы из новостей. Да, это главы, которые описаны на сайте. Когда вы приезжаете туда, дается вам карта такая, где все локации разбиты по главам. Можно смотреть по главам, можно смотреть по расстояниям. Вы не знаете, это как обобщение того, что выбрали делать художники? Нет, это было первично. Это разделение было первично. Что очень интересно, вот с этими архитекторами, которые нашли этот район? Я думаю, это не они его нашли. Этот район, опять-таки, манифеста вот с Омой, они его как бы исследовали, да. Ну, есть такой как бы тонкий момент в этой выставке всей, всей. Я забыл об этом сказать, что, по сути, мы знаем Palermo по фильмам, там, крестное тесто. То есть там такое мафиозное кодло, да. И это сейчас, в принципе, ничего не изменилось. Но манифеста решила об этом как бы не особо говорить. Мы можем считать это как бы ее слабостью, либо ее силой. Просто она решила этот как бы дискурс. Вот он только в проекте Ротор есть. И то, и то художники из Ротора говорят, что для нас история этой горы как мафиозного какого-то такого строительства была скорее такой, как дополнительным элементом. Для нас главное была гора и дом. То есть архитектурные, ландшафтные моменты. А не мафиозная история этой застройки там и так далее. То есть, да, манифеста открыто о мафии не говорит, ничего там не критикует. Но опять-таки, когда заходишь там в параллельные какие-то локации, в локации параллельной программы, в частности, манифеста Studios, это университет, студенты которого в сотрудничестве с архитектурными студиями мировыми, там, двумя голландскими и двумя европейскими, делали очень интересные проекты, в том числе и о мафии. То есть, есть высказывания, но они не в основной программе. Их нужно искать, скажем, точечно по городу. А еще такой вопрос. Когда вы говорили о голове САД-потоковых, вы сказали, что это оптика для рассмотрения процесса. Мне неизвестно, насколько биологические метафоры... Работают? Да. Насколько... Потому что я замечаю, что мне очень тяжело уходить, инженерный метафор, машины такие. И это здорово, что на манифесте они как бы дают этому вопросу. Проникает или нет, это... Ну, я стараюсь смотреть выставки, скажем, с холодным сердцем, но с горячей головой, да, ну, как-то так, наверное. То есть, на эмоциональном уровне, на человеческом, я не могу там выделить какой-то там суперпроект, который я сказал там, вау, типа, в инстаграм сразу. То есть, на уровне чувственном, наверное, не было какого-то такого прям вау-эффекта. Но я понимаю, как бы, к чему это, о чем кино, куда они хотят подвести зрителя. Особенно... А выводится ли это? И, понимаете, европейский зритель, который, скажем, смотрит видеоролик на две минуты, в котором его убеждают стать агентом спасения, вот это, кстати, был один из многочисленных работ группы Пэнк на этом фестивале, они сделали ролик, который тупо смотрится как реклама. Реклама такая, если вы, дорогие немцы, швейцарцы, бельгийцы, выезжаете на своей машинке за пределы своей страны, возьмите беженца в той стране, куда вы едете, и привезите его на своей машинке в Германию. Станьте агентами спасения. Эта компания вызвала массу, массу в прессе, там, их ругали, вы подбиваете нас заниматься преступной деятельностью, завозить людей нелегально в страну, а что потом мы с этими людьми будем делать, и так далее. То есть, это можно воспринимать на уровне чувств, а можно воспринимать, попытаться влезть как бы в голову европейского зрителя, ну, который как бы ходит на эти фестивали, там, каждый год, там, это совершенно разные уровни восприятия. Ну, то, что вы сейчас говорите, это не уделяет меня лично, как за эти несутки, все эти динамики, но вот если говорить про сад, насколько мы можем примерить, ведь ваша тема политическая ботаника, какие инсайты вы для себя вынесли, где совпадает представление политики с садом, я могу совершенно откровенно и четко сказать, что политичность, политическое высказывание, оно считывается в этой выставке. Вот если говорить о саде потоков, можно, скажем, вернуться на слайд. Вот когда я говорил, скажем, об агрессивном чужаке, если я сейчас на этот слайд сразу перепрыгнул, вот здесь очень хороший такой момент, когда, вроде бы, да, перед нами притча, по сути, с нами манифеста говорит на языке каких-то иносказаний, она демонстрирует нам тростник, но хочет, чтобы мы подумали о том, что происходит, скажем, с тем, как мы воспринимаем чужака, который приезжает, захватывает нашу землю, нам плохо, нас ущемляет, надо с этим чужаком, как бы, бороться, ну, или, как бы, притеснять его. Как бы, работает ли такое высказывание? Я не знаю. Это, ну, только время может показать. Сможет ли произойти какой-то слом в сознании, даже на основании вот таких вот простых, как бы, образов, как вот этот. Это же просто сухая трава лежит. Но высказывание очень такое сильное, как у меня. Работает не на всех людей, конечно. Многие могут просто мимо этой витрины пройти. Она достаточно неброская. А вы написали, что контекст манифеста геннадзии очень интересный и важный в украинском контексте. В чем это важно? Я бы сказал, нет, я бы более общий, более общую формулировку бы предложил. Манифеста как институция, она является, с моей точки зрения, немного более демократичной в плане отбора художников, в плане возможности участия там, чем, скажем, венецианская биеннале, биеннале в Сан-Паулу, биеннале в Шанхае или документы. Потому что вот, ну, я немножко знаю, да, художника, вот из этого списка для меня там всего две фамилии было известных. Я вам хочу сказать, я не смогла попасть на венецианское биеннале, но попала на манифесту. Для меня это было в площади, поэтому это субъективное мнение. Еще раз, вы попали на манифесту? А, не попали на манифесту, но попали на венецианское биеннале. Нет, наоборот. На манифесту смогла попасть на венецианское биеннале, нет? Ну так я как раз-то и говорю, что с моей точки зрения манифесты являются более как бы доступны. Да, более доступны. И ходят слухи... Как-то будет другой, который не гамлет сидеть и скажет нет. Нет, ну да, это некая субъективность, безусловно, в этом есть некая субъективность. Кто-то попадает там на венецианскую беналь, никогда не попадал на манифесты и так далее. Но опять-таки, еще такой бытовой чистый момент, и ходят слухи упорные, что манифеста через одно издание будет в Харькове. Но опять-таки, Харьков подался на участие, и если это случится, нам нужно быть к этому готовым как-то. Поэтому я и рассказываю о том, что такое манифесты, как она работает, ну и о том, почему это как бы важно. Так что будем... Ну я очень хочу, чтобы манифеста была в Украине. Не знаю, в Харькове, во Львове, в Киеве точно нет, потому что они столичные города не выбирают. Там, Одесса, там, Нигмуни... Но столицы каких-то маленьких, да, государств? Ну города должны быть не там, не 3 миллиона. Но в Палермо миллион 200 тысяч населения. То есть не такой уж и маленький город. Хорошо, будем заканчивать тогда. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...